Всем привет! Сегодня воскресенье, великолепная погода, надоело мне сидеть дома, решил пойти бизнес покачать. Поэтому у нас спектра тяжеленькая и вот такое вот местечко, где собственно я буду сегодня качаться. Результаты как обычно покажу. Я думаю ничего особо здесь интересного не будет, а может и будет. Посмотрим. Главное, что погода хорошая, воздух свежий, все как прописано Минздравом. Погнали копать. Короче, только выкопал первую ямку и вот беда. Поставил свою новую батарейку, пин. А пин не работает. Скорее всего батарейка бракована, потому что там внутри что-то болтается, вибрирует, как показалось правильно. Но короче, пина сегодня не будет. Беда. Ну, пока же на фоне всего шмурдика только одна пломбочка, ничего интересного. На самом деле спектры копать сложновато здесь, потому что вот эти железные колонны мешают. И здесь уже кто-то другой орудовал. Ямочек очень много. Ну и ничего, каждому срубаку своя рыба. Не моя находочка, просто здесь валялась. Решил посмотреть ее, улыбнулся. Прикиньте, лопата по ГОСТу выполнена. Где ж на все время такое видишь, чтобы лопаты еще по ГОСТу делали. Единому стандарту. И там еще ДКО или ОТК написано. Но если это еще отдел качества, то вообще забей. Лопата такая, как конструкция серьезная. Еще одна пробочка наша. Ой, пробочка. Пломбочка. Ну, не очень интересно. Сам факт, что когда я только что ее вынюхивал, так сказать, спектр почему-то начала играть похоронный марш. Что меня нереально напугало. Ну, или точнее не похоронный марш. Ну, все знают эту мелодию. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Я, короче, так прифигел с этого. Надо будет узнать, что это за прикол. Вот такой вот огрызок алюминиевой ложечки. Ну, надо же, что все-таки хоть что-то снять. А то совсем давно материал не выходил. Ну, походу, сегодня только пломбы будут. Больше всего ничего интересного не будет. Пломба и один сантим. Вот не знаю почему, но Советин редко в городе нахожу. Особенно одну копейку. В основном это ближе к Ветцакам. Там вот их много. Но, тем не менее. Одна копейка Советина. 1952 год. Вам, наверное, видно не будет, но я тут вижу. Вот это уже более интересная находочка. Наперсточек. Я сначала выкопал какой-то штырек. Подумал, что его заметил металл из кальцеля. Но оказалось, что все-таки вот этот наперсток. Упс. Что-то все из рук падает. Рядом с наперстком оказался еще какой-то медный оплавыш. Хотя у меня идет очень большая температура плавления. Странно, может это просто что-то грязное, облипшее. Почище дома посмотрю. Во, наконец-то пошло дело. Похоже, это медная копейка. Но я не уверен. Уж очень она облипшая. Но, скорее всего, по форме это она. Еще одна пломбочка. На ней что-то единичка нарисована. Какая прелесть. Но это у нас точно одна копейка. Какого года? Не видно. Да, ничего не видно. Ну ладно. Неплохо. Еще одна копеечка. Год тоже не видно. Еще какая-то монетина. Не видно какая облипшая вся. Но, наверное, что-то интересное. Потому что у нее такая странная концепция или же форма. Она какая-то довольно-таки толстенькая и маленькая. Но да ладно. Уже потихонечку пора заканчивать. Я уже морально устал. Не физически, а морально. И то выводы сделаны на, как сказать, по настройкам спектры. Потому что я, когда устаю, начинаю переходить с режима Hi-Pro в режим coins ювелирка. Там закрыта дискриминация черная. Копать становится проще, меньше информации. Ну и, собственно, когда уже совсем устал, я уже перехожу тогда с трех частот на одну частоту. Чтобы еще было меньше информации. И, как правило, это 22-ая частота. Тогда еще и ямки становятся меньше. Они примерно вот такие все становятся. Ну и, собственно, самим металлоискателем можно махать как веником. И уже становится проще. И как бы можно уже спокойненько идти домой. По большому счету это уже так. Добирание по пути. Так что скоро будем подводить итоги. Сейчас приду в место, где скидываю мусор. И покажу вам, что нашел за сегодня. Вроде как, очень даже неплохо покопал. Ну что же. Хорошо походил. Хорошо покопал. Погулял. Подкачал бицуху благодаря спектре. Ну и пора, собственно, заканчивать. Начнем с самого неинтересного. Это у нас алюминий. Это металломусор, который был найден. Ну, так как я весь мусор собираю с собой. Потом скидываю в одно место. Ну, вот я его собираю. Далее. У нас средние интересности находки. Здесь у нас, к примеру, детская рация. На этом этаже выкинем трубки медные. Две штуки. Какая-то, наверное, облицовка медная. Симпатичная была. Гильза одна. Пломбочек у нас сегодня было шесть штучек. Один наперсточек. Оплавыши. Большое количество. Раз. Такой здоровенный оплавыш. Причем найдены, кстати, были двадцать второй частотой. Это, по ходу, свинцовый оплавыш. Кусочек, скорее всего, алюминиевой трубки. Судя по весу непонятно. Ну и какие-то такие просто оплавыши. Надо бы почистить. У меня вся коллекция солдатиков так выглядит. Может быть, там какой-то очередной салтофон. Без руки или без ноги. Ну и, собственно, прочее металломусор. Ну и переходим к самому интересному, пожалуй. Это монетки. Что у нас по монетам? По монетам у нас вот такая вот история. Одна копейка советская. Далее. Это мы пока что отложим. Один сантим от виски. Еще один сантим латвийский. Одна копейка. Это имперская уже. Тоже одна копейка. И две монеты непонятные. Одна, в принципе, монета вроде как похожа на копейку. Вот эта вот. Но если сравнить вот эту монетку, она какая-то такая маленькая и плотненькая. Если сравнить с копейкой, видно, что она реально меньше копейки и плотнее ее. Может быть, не знаю, что это. Почище может станет видно. Потому что она реально, видно, что она реально меньше по диаметру. Может быть, что-то интересное. Ну, в общем-то и все. Сфотографировать это все осталось. И идти домой. Отдыхать после отдыха. Пусть куртка сделает. Пусть куртка. Пустьlas.